Это служба экстренной помощи. Не кладите трубку, я вас соединяю со скорой помощью. Слышите меня? В Центре Организации Дорожного Движения работа кипит постоянно. Кто-то помогает людям, кто-то контролирует, пристегнут ли ремень безопасности, а кто-то проводит анализ данных. Но все без исключения трудятся, чтобы снизить показатель смертности от ДТП. Основными направлениями Центра Организации Дорожного Движения является, наверное, одним и самым крупным, это безопасность дорожного движения. По этой части в этих направлениях на базе Центра Организации Дорожного Движения реализуются такие направления, как внедрение интеллектуальных транспортных систем, обеспечение работоспособности в постоянном режиме специальных технических средств, фото- и видеофиксация административных правонарушений, эвакуация транспортных средств, организация пунктов весогабаритного контроля. На базе Центра также работает Дирекция Безопасности Дорожного Движения. Их задача рассказывать детям и подросткам ПДД. Своим слушателям они дарят цветоотражающие подарки. Казалось бы, просто браслет, сумка или нашивка, но эта вещь может спасти жизни нескольких участников Дорожного Движения. На текущий момент проведено 260 совместных и личных мероприятий по агитации несовершеннолетних участников Дорожного Движения. Это тематические уроки в школах, детских садах, летних лагерях. Это мероприятия непосредственно на дороге. Но подходить к безопасному движению нужно комплексно. Важно контролировать появление опасных участков дорог. Также необходимо своевременно ремонтировать дорожное полотно и тротуары. В текущем году на уличной дорожной сети города Ульянска мы ремонтируем. Планировали и ведем работу сейчас на 13 участках автомобильных дорог. На сегодняшний день работы ведутся на 11 из 13. То есть планируем завершить все ремонтные работы до 15 октября этого года. То есть протяженность всех участков в совокупности составляет более 11 километров стоимостью порядка 500 миллионов рублей. Одним из таких участков стало Димитровградское шоссе. Отремонтируют около двух километров дороги, а также тротуары с двух сторон. Обустроят пандусы и модернизируют освещение. Не забудут и о мерах безопасности, обновят знаки дорожного движения, разметку, светофоры и установят перильное ограждение. Ход ремонтных работ контролирует губернатор области Алексей Русских. Я согласен, что дорожное полотно непосредственно, где автомобиль ездит, это ночная работа, потому что интенсивность очень большая. А что мешает днем делать тротуары? Днем тротуарами занимаемся. Сейчас готовим укладки асфальта. Уже все пары в пандусе стоим не служены. С 15 сентября сделаем асфальт и сделаем двух тротуар. 12 сентября. 15 сентября. До 15 сентября. Все работы по снижению смертности на проезжей части и обновление дорожного полотна ведутся по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Светлана Карпухина, Геннадий Бухтаяров, Уллправда ТВ.